КВН, танцевальные номера, видеоролики, ярким галоконцертом завершился фестиваль студенческих трудовых отрядов Чувашии. Кто стал лучшим, расскажет Юлия Важенина. Ежегодно около 15 лет подряд именно фестиваль «Звездная карусель» собирал вожатых со всей республики. Каждую зиму они соревновались между собой в творчестве. В этом году формат изменился. А все благодаря гранту Всероссийского конкурса молодежных проектов. Так «Звездная карусель» превратилась в «Достояние». Кстати, в самом названии теперь спрятана аббревиатура студенческих трудовых отрядов СТО. Название – не единственная перемена. Фестиваль «Достояние» – это совсем новый формат для студенческих отрядов. Мы сейчас не делаем однодневный фестиваль, мы делаем отдельно жанровые дни и подводим итоги на галоконцерты. В принципе, как студенческая весна. Танцы, смешанный жанр, юмор, фотографии и видео – конкурсы проходили по пяти направлениям. В каждом своя тема и свое задание. Больше всего времени на подготовку педотряда «Бригада» занял танец. Они решили представить латиноамериканский с нотками современного. Самым сложным направлением оказались именно танцы. Мы к ним больше всего готовились. Каждый раз оставались на репетиции. Не жалели сил. По несколько раз отрабатывали движения все, чтобы до идеала, все доводить до идеала. Но сегодня мы выступим, я думаю, даже зажжем еще лучше, чем тогда были в номинации танцев. Старания команды не пропали даром. Она заняла третье место в номинации танец и стала второй в общем зачете. Бригаду обошли волнари. Эти вожатые взяли четыре призовых места из пяти возможных и как итог победили. Для этого педотряда лидерство не в новинку. В летнем фестивале они также стали лучшими. Надежда Аполлоновой в педотряде уже четыре года. Лагерь волна для нее стал уже родным. Я очень долгое время сначала отдыхала в этом лагере, в котором я сейчас работаю, то есть в волне. И так как в нашем лагере есть преемственность поколений, я сразу поняла, что я хочу здесь работать, а буду здесь работать. И, собственно, я не ошиблась. Основное время работы вожатого летом, а в этом году все лагеря так и не открылись. Пандемия сказалась и на фестивале. Из зала практически не слышно аплодисментов и криков поддержки. Он почти пуст. И, конечно, пандемия отразилась и на номерах. Если бы этим летом все-таки работали детские лагеря. Летела! Васильеву! Ему! Читала! Казету! По номерам! Четыре! Раз, два, три! Все равно вылетел. Конечно, шутки шутками. А если всерьез, то вожатые с нетерпением ждут следующего лета, чтобы провести его со своими подопечными. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.